мучнистая роса почки по чешуйками почки и зимует на побеге причем на дне погибли ведь она отличил парши зимует сто процентов и вот это при цели сохраняться это если вдруг вы не делали так как будто санитарного без уходили там такие она видно все равно зараженного вели немножко как вот такие пожмак но сдавлены немножко не конечно отличается это место где заканчивается инфекция вроде как начинается здоровой и визуально видно обрезку нужно сделать как и на всех других заболеваний заводом здоровой ткани то есть не так вот по месту дело заканчивается вот это перепад здоровой и больной ткани чуть захватите там 3 сантиметра если там очень стресса это будет достаточно первую очередь распускаются когда почки и вот они получаются больные вот видите уже только начала распускаться она уже больна то есть это значит здесь зимовая уницель и точно подшумки почки тронулся в рост побег тронулся просто химицелий вот это ранее те кто работает практически всегда словно вторичная инфекция когда вторичные ростовые побеги поражаются это гораздо реже но тем не менее в прошлом году был мы так называли это и позапрошлый год был обычный старосиной и инфекция если она у нас было по осени вот эти ростовые побеги вас были они остались сейчас перезимовывать и они перезимуют температура 27 градусов для них не потолок это не для гибели они сохранятся и весной вот в виноградовстве это называется флаговые побеги укидывается в первый раз побег начинает расти он больной то есть там настолько много спорта миллиард этих спорта что достаточно вот говорят на гектар винограда 5-6 таких флаговых побегов для того что произошло в саду наверное наличие таких побегов ростовых больных тоже дополнительный источник пространения то есть первую обработку если у вас такое есть первая работа вот это будет играть продукты которые работают нормально по прошению чисто россии то есть тогда у вас если в прошлого года у вас был запас вы знаете что он есть то в первую обработку вы не стану там не медь медь тогда да то есть или медь по распрескиванию может быть потому что функция меди какова то есть вот в американских источников я читала что правда читала по мере винограда тем не менее это имеет право на существование что при слабом развитии заболевания по месту памяти на там было написание по что если прислала в развитии а и днем а до 10 процентов интенсивность развития заболевания для обработки меди в том числе тормозят развитие инфекции принципе простой обработанной поверхность меди падает скоро кислая среда скоро начинает прорастать ассорбирует на себе и погибает то есть много должно быть извините конечно все ровно покрыто поэтому и стали напоминаю вам что в эту фазу когда очень много молодых листиков пушистеньких да обязательно одевать хороший должен быть вкладу разместить для того что все это покрыто но там тем не менее как я говорю если вдруг медь вы даете то там какой-то запас будет но дальше даже появляется павель который распорядки инфекции онный фор очень интенсивный значит нужен специализированный продукт самые у нас системным действием обладает триозольная группа то есть если что туда в первый период вегетации добавляйте или триозол какой-то ставки или смесевой продукт потом содержится триозол у компании есть препарат шарит бенелус да то есть я может быть его батарею но потом чуть дальше по вегетации но в ранний период который нормально и мы даже его по парше работали и не в ранний период по парше он тоже срабатывает причем если у него конечно такое длительное но если вот сразу после заражения прямо видно как он поджигает у него такой эффект за счет жесткости контактного препарата до конкретно он прямо поджигает вот скоро которые были сверху конечно внутренние может быть за счет только триозольной части это ставить в общем вот так работаем либо вот первой половине вегетации защищаем вот этот вот выпускающийся того вот эту почку дальше во второй половине вегетации тоже будем поставить часть контактников тоже они обладают ну там действие пишут на мучнистую росу хотя она побочная но тем не менее вот этот эффект что я говорю что покрыть риск он и с той порой не прорастет тоже имеет права на существование на косточках все то же самое у кого есть куточка кто проблему с мучнистой росой действием точно так же то есть там принцип ничего не меняется у гриба он зимой точно так же и также точно так же развивается в течение медитации